Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне», телерадиоканал «Страна-ФМ» Александра Хайрулина. Очень рада вас приветствовать. Программа «Лучшее в стране» и счастлива сообщить вам, что у нас сегодня в гостях невероятно интереснейший человек. Друзья, это основатель и руководитель онлайн-школы позитивного мышления. Адвокат, психолог, писатель, поэтесса, мастер позитивного мышления и психологии взаимоотношений, автор и ведущая множество мастер-классов и семинаров. И это еще далеко не весь перечень профессиональной деятельности и увлечений нашей гости. Ольга Муравич. Ольга, здрасте, добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Друзья, сразу скажу, если у вас есть возможность, заходите скорее. Ольга есть в социальных сетях и на фейсбуке, да, Олечка, правильно? Есть официальный сайт muravich.com. Ну а мы, конечно, в течение этого часа попытаемся поближе познакомиться с нашей гостью. Ну и самое главное, конечно, попросим Ольгу рассказать нам какие-то хотя бы азы, хотя бы приоткрыть какие-то небольшие секреты о том, как гармонизовать свою жизнь. Потому что Ольгу называют 03. Оль, это правда ведь? Это правда, да. То есть скорая помощь для тех, кто не сталкивался, слава богу, с этим номером. Причем скорая помощь, я здесь имею в виду и душу, и семью, и работу, но еще и, конечно, правовую деятельность. Все так оно и есть. Вот еще что интересно. Ольга, мастер-классы проводятся в образовательном центре сети класса. Кстати говоря, ближайший мастер-класс намечен на 15 февраля, так что у всех у нас с вами есть прекрасная возможность заранее себе обеспечить там место. И вот этот самый семинар будет носить название «Почему же я одна?». Оль, если можно, давайте мы начнем с вами именно с этого семинара, что там ждать людям, кому отправляться туда. Но прежде всего, я так понимаю, что это должны быть женщины, раз «я одна» и вопросительный знак, да? То есть исключительно женская история. Я не стремилась бы по гендерному признаку так определять. То есть мужчины тоже могут отправиться? Конечно. Мужчинам ведь часто важно понять, что там в голове у женщин. Сами женщины не могут в своей голове разобраться, как в своей сумочке, да? А когда мужчина понимает, как устроена женщина, как устроен ее мыслительный аппарат, когда люди вообще знают правила взаимоотношений, они могут взаимоотноситься. Ведь все наши конфликты происходят от того, что мы не знаем алгоритмов. А они существуют. И когда я рассказываю в консультациях, в мастер-классах, пишу в книгах об этом, мне говорят, а мы не думали, что это так просто. На самом-то деле. Ну да, просто, когда таблицу умножения на два знаешь, или буквы выучил, то в принципе уже дальше писать, каждый уже может быть писателем, уже вязь букв эту делать. И когда ты знаешь некие правила основные, да, ну просто правила арифметики, правила сложения, правила вычитания, тогда ты можешь построить свою жизнь, ну хотя бы спокойно, ну если уж не гармонично. Ты можешь стремиться к взаимодействию с другим человеком в любой сфере. В отношениях мужчина-женщина, в отношениях себя и бизнеса, себя и государства, себя и друзей, себя и родителей. И я одна или я один, это когда ты страдаешь от того, что ты в одиночестве словно бы, а на самом деле как такового одиночества нет. Бывает состояние уединения. Которое тоже можно с пользой для себя, да? Которое именно с пользой, да? Время для себя, время услышать себя. Вчера на мастер-классе мы вдруг стали слышать себя и слушать, и оказалось, что успех, это когда ты успел куда-то, когда ты успел к себе, к себе повернулся. Так же и в разговоре об одиночестве. Да, женщинам, почему это возникает, для чего им это, для каких уроков? Потому что я рассматриваю любые ситуации с точки зрения причинно-следственной связи. Какими своими действиями, какими своими бездействиями. Все-таки я так, в основе юрист, юрист, университетский преподаватель и адвокат с 32-летним стажем. Я всегда смотрю основу. Когда ты основу понимаешь, тогда легче. Что ты нарушил? Не с точки зрения вины, потому что вина – категория правовая. С точки зрения своей ответственности. С точки зрения вселенской, с точки зрения космической, божественной. Какие заповеди нарушил ты? Какие качества проявил? И ситуация возникла некомфортная. И условно говоря, кто-то один. Мы все, в сущности, большинство несямские близнецы. Сами уникальные единицы. Осознать эту уникальность твою. Понять, как ты хочешь в партнерство вступить. Хочешь ли? Какие у тебя представления о партнерстве? Какой опыт из своей прошлой жизни ты извлек? Из родительской семьи? Какое было там партнерство? Есть ли у тебя опасения и страхи по поводу будущих отношений? Какие есть представления об, я бы сказала, опасностях, которые подстерегают? И когда мы не знаем, как решить это, то лучше и не надо. На протяжении 20 лет я занималась, помимо прочих направлений, и брачно-семейными делами, как адвокат. И я видела, что люди приходят в суд разводиться, ну или ко мне в консультацию, с просьбой поддержать какую-то сторону, решить вопросы имущественные, и вопросы с детьми. И я видела, что они не знают элементарных правил. Они приходят и начинают кричать, гневаться и выплескивать все свои эмоции на своего еще вчера любимого или позавчера партнера, который оказался светом в окошке. Кричат, обзывают, ругаются, вытряхивают все, что можно и не нужно вытряхивать. Иногда мне приходилось с собой реально закрывать своего... Защищать, да, буквально. Да, да, своего клиента, ну буквально там, мужчины приходили в ярость и приходилось вставать грудью, что называется. Но я понимала, что каждый из них в страхе. Каждый хочет на самом деле услышать вот такую волшебную вещь. Тёма, ты такой классный, да? Чтобы головки погладили просто, да? Ты вообще, счастье моей жизни, или даже не в такой превосходной степени, знаешь, спасибо тебе. Обняться, заплакать вместе, поцеловаться и уйти, сказать, до свидания, до свидания, суд. А каждый хочет получить признание, каждый хочет получить вот это тепло, но не умеет просить. И поэтому, как ребенок, кричит от боли. Понимаете? И вот моя задача, сочетав, соединив вот этот весь, многовековой, хотела сказать, но опыт многих десятилетий... Я думаю, что у вас год как раз за сто. Да, год как за сто. Потому что это десятки тысяч людей. А за всю практику и адвокатскую, и университетскую, и психологическую, консультационную, плюс телевизионную, писательскую, это, наверное, сотни тысяч людей, с которыми я в той или иной форме и степени общалась. И мне так хочется поделиться теми знаниями, которые очень просты, как все гениальное, но которые позволяют достичь удивительных трансформаций, удивительных изменений. Почувствовать, что ты нужен сам себе, что ты нужен кому-то еще, и вообще, что мир можно строить своими руками. И в итоге получается, что не только жизнь человека меняется, но и меняется и жизнь его окружения, близких людей, даже коллег по работе, соседей в каких-то случаях. Весь мир меняется, вы совершенно правы, по принципу домино, вот это движение идет. Вы сказали, что меня называют 03, скорая помощь, но у этой аббревиатуры есть и такой юридический аспект, можно сказать, наверное, так. Я Ольга Зиновьевна, поэтому ОЗЭ в написании, давно я волшебница ОЗ, а потом волшебница убиралась на 03, там где-то в салон красоты записывает. Да что, к нам скорая помощь? Да нет, это Ольга Зиновьевна. И так пошло. Но и я в привычке своей, в общении с людьми в любом их количестве, стремлюсь к миру, взаимопониманию, взаимодействию, чтобы люди услышали друг друга. И в адвокатской практике, я такой мастер переговорного процесса, услышать оппонента, встать на точку зрения оппонента, помочь ему понять того, кого ты представляешь. И я, ну, очень люблю, когда каждый получает, да, такой принцип вин-вин, нет победителей. Потому что сегодня утром мне пришло такое на ум, откровение пришло. Я в притчах своих, в сказках люблю слова раскладывать, натискивая глубокий смысл. И вчера мы на мастер-классе говорили о победителях, о победе. И я подумала, победа – это просто ты, когда ты над бедой. Над бедой. Ты над чем-то трудным поднялся и вырос. И поэтому мое стремление, чтобы не кто-то кого-то победил, потому что никогда война и агрессия не дают результата. И самая тяжелая агрессия, самая сильная негативная эмоция – это от того, что людям не хватает любви, принятия, спокойствия. Я пробую в меру своих сил и знаний и своего опыта и опыта тысяч людей, с которыми мне пришлось сотрудничать, помогать им, научать вот этому. Не от того, что я такая умная, а они нет. Все имеют огромное количество знаний. Я стремлюсь помочь людям найти в себе, в их архивах, в их сокровищницах. Они прислушаются к себе. Да, услышать себя, не запомнить, что говорю я, а подумать, а где я в какой ситуации не применяю то, что есть. И как мне поступить, и как мне сделать над собой усилие, вот эту победу, чтобы изменить себя. И это не слабость и не падение, это рост и подъем, я так думаю. Друзья, у нас очень короткий перерыв, совсем небольшой, после чего мы продолжим общаться с нашей гостью. Оставайтесь с нами. Это программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александр Хайрулин. У нас сегодня в гостях друзья Ольга Муравич. Основатель, руководитель онлайн-школы позитивного мышления, мастер позитивного мышления, психологии взаимоотношений, автор и ведущая мастер-классов и семинаров, адвокат, психолог, писатель, поэтесса. В общем, действительно, поистине очень талантливый и разносторонний человек. Мы говорили о том, что в образовательном центре «Сити-класс» 15 февраля будет мастер-класс «Ольга, почему я одна?», но, надо сказать, будут, например, далее и другие темы. Вот 6 марта, если не ошибаюсь, например, да, техника безопасности нашей жизни, как безопасно войти в ситуацию и живым и невредимым выйти из неё. Также есть и такие мастер-классы. «Горе от ума, польза и вред многих знаний, что с ними делать?», «Как помочь ребёнку стать успешным?», «Любовь к себе, любовь к другим», что это такое? Ну, а вообще, тем у Ольги и мастер-классов вот этих более 40, если только мы посмотрим на нашем официальном сайте, Оль. Но я так предполагаю, что это далеко ещё не конечная такая цифра, да, и число. В самом деле, есть ли вообще какая-то тема, на которую вы не можете дать ответ? Есть ли, существует ли такой в природе вопрос? Ну, знаете, я не знаю точно про устройство адронного коллайдера. Как жаль, но я шучу. Мне тоже жаль, но, в принципе, если возникнет необходимость, то, наверное, на самом примитивном, элементарном уровне можно понять. Так же, как знания правовые или психологические, или вообще знания из любой отрасли человеческой деятельности. Для специалиста они естественны, для неспециалиста они непонятны, да, такая терра инкогнито. Но, например, в силу профессии адвоката мне приходилось вести дела, ну, самой, простите, самой разной направленности. Это и медицинное строительство, это и водолазное дело, и судовождение. Всё-всё-всё-всё, что только бывает, встречается в нашей жизни. Что угодно, да, какие-то взаимоотношения в связи с чем-то. И очень важно было понять, что же там происходит, помимо правовой оценки, правовых каких-то конструкций. Важно было понять, почему это возникло. Для того, чтобы понять, ответить на вопрос, почему это возникло, или могло ли это построиться по-другому, надо было понять, что это такое, про этот адронный, условно говоря, коллайдер. А это всё происходило, вы же закончили Дальневосточный юридический... Государственный университет, да, юридический факультет. Где это он у нас расположен? Во Владивостоке, он расположен, где я и жила много времени. Достаточно долгое время, да. Долгое время, да. И выросла там, и дети мои там, выросли и внучки мои там, и друзья, и много всего. Но уже я и седьмой год в Москве. Именно там вы тоже и преподавали. И там преподавала, и там моя юридическая консультация, и там огромное количество клиентов, дел, друзей, всё там тоже. Правильно ли получается, Оля, что как раз люди, которые к вам приходят, именно они повлияли на то, что вы стали ещё и глубоко узнавать вообще философию, взаимоотношения, мироздания и так далее? Или всё-таки были личные какие-то на то свои собственные там причины? Так как мы помимо взаимоотношения с самим собой взаимоотносимся действительно с близкими и далёкими в силу профессии, в силу личных отношений, в силу социальных отношений, то те или иные взаимодействия вызывают в нас те или иные эмоции и состояния. И побуждение к изучению глубокому психологии многих восточных практик, философии, многих знаний об устройстве Вселенной, многих знаний о том, как можно изменить что-то. Ну это такое количество информации, переработанное за 30 лет непрерывных занятий практиками серьёзными, за 30 лет движения к себе, не от себя, не куда-то бегом, не стремление мир изменить. Кто-то вяка, вот этот сделал нехорошо, этот меня обидел, этот по отношению ко мне плохо поступил. А научиться понимать, а почему так возникло, а что нарушил ты сам. И не из категории вины правовой, которая лишь правовая категория, а из категории ответственности. То есть когда ты отвечаешь за то, что ты сделал. И вопросы возникают, ты ищешь на них ответа. Но я интересовалась психологией и многими науками ещё в школе. Такая книгачейка, класс с собой книга в портфеле, и мне разрешали на уроках даже читать тихонечко, не ругали. И рекомендовал классный руководитель моим папе с мамой отправить меня в Ленинград, в ЛГУ на психфак, сказав, что он видит у меня особенные склонности к этому. Вот какой мудрый человек, да. Но родители, я была очень домашняя девочка, родители, конечно, ни на какой психфак, и никуда меня не отпустили. И я пошла, продолжая юридическую династию родительскую, пошла на юридический факультет, хотя хотела и астрофизиком быть, и технологом хотела быть, и журналистом, и высоковедом, и писателем. И в седьмом классе написала первую повесть. Много чего хотелось. Но потом вдруг юриспруденция, и я счастлива, что я тут дома оказалась, потому что это помогло мне сформировать системное мышление. Научила меня искать ответы на вопросы. Не запоминать что-то особенное. Однажды один из первых моих подзащитных в начале адвокатской практики, когда я пришла в следственный изолятор к нему на беседу, он уже четвертый срок мотал. Я говорю, он сказал, ну какие там срока у меня по этой статье? Я молодой адвокат еще молодой. Я говорю, я срок не помню, но нам не об этом нужно говорить, нам нужно обсудить вашу позицию. Он говорит, ну какой ты адвокат? Вот у нас Пашка сидит на нижней шконке, он все срока знает, он всем косачки пишет. Вот он адвокат. Да, я говорю, а у Пашки какая охотка? Он говорит, пятая, ну и что? Я говорю, ну вот Пашка на шконке, а я к вам прихожу с волей. Я запомнила эту историю. Не нужно знать все срока, не нужно стремиться охватить все знания. Что сейчас происходит? Огромное количество информации. Когда я в силу жизненных обстоятельств, в силу того, что какие-то ситуации в своей жизни я не могла изменить, и они мне категорически не нравились, и я делала все, что могла, а все оставалось на том же месте, и у меня возникало такое раздражение, недовольство и злость. Как же так? Ну почему же то, что я хочу получить, мне не дается? В действительности потом это трансформировалось в поиск ответа на вопросы. Когда ты бьешься лбом о стену, в прямом и переносном смысле начинают переходить учителя. Но ты сначала от учителей отмахиваешься. Говоришь, что они мне могут рассказать эти люди? Я и так все знаю, я и так такой умный, да, и такой знайка, зазнайка. Да, 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 конечно, знакома всем, я думаю. Всем знакома. И вот такой был мастер-класс у нас, вот горе от ума, вы упомянули, да, или пользу, или вред многих знаний. И когда мы выискивали по крупицам, в источниках древних, я читала Тацита, Платона, Аристотеля, восточных мудрецов, философов, отовсюду искала информацию, квантовую физику, где-то, где-то найти ответы на вопросы. И потом из этого строила внутреннее знание, как-то применяла, знаете, какую-то пайеточку, одну, другую, третью картинку выкладываешь, маленький пазл. Сейчас огромное количество информации, и это обрушивается, как у Чуковского, и оттуда на верблюда вся посыпалась посуда. Обрушиваются знания, и у людей ощущение, что они уже все это постигли, они в курсе всего. Они знают, как это, 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 рекомендуют всем, от дворника до правительства, как нужно делать. Но когда конкретно их ситуация возникает, они не применяют эти знания к себе. Да, при этом советы действительно могут раздавать. Оля, прошу прощения, нам надо прерваться, но это тоже ненадолго. Это важно. И очень важно, да, мы скоро вернемся в эфир. Лучшее в стране Реклама Телерадиоканал «Страна-ФМ» представляет 21 января Главклаб Грин Концерт Виапролетарская танго с презентацией нового альбома Ретрооркестр исполнит любимые советские хиты Московские окна, Снег идет, Ленинградские мосты и другие Вас ждет теплая атмосфера Нового года В лучших ламповых традициях иронии судьбы Поймай нотки ностальгии 21 января в клубе Главклаб Грин Концерт Билеты по телефону 230-10-30 и на сайте kassir.ru 12+. Страна-ФМ Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 Лучшее в стране На телерадиоканале Страна-ФМ Ведущая Александра Хайрулина Программа «Лучшее в стране» продолжается в эфире телерадиоканала Страна-ФМ У нас сегодня Ольга Муравич, основатель, руководитель онлайн-школы позитивного мышления, адвокат, психолог, писатель, поэтесса Мы продолжаем разговаривать, друзья, о разных темах И вот мы как раз до ухода на рекламу с вами затронули, Ольга, следующую тему Как в век огромного количества информации, которую, кстати, мы Ну, кто-то получил, кто-то почитал, кто-то услышал, кто-то кому-то сказал Но как выбрать правильно эту информацию И как умело, главное, ей воспользоваться самому Не раздавая просто советы всем остальным А применить в своей жизни Это отличный вопрос, благодарю вас за него Потому что это, пожалуй, одно из самых трудных действий для человека Когда открываются волшебные дверцы, и ты читаешь Вот, оказывается, ух ты, вот, вот, вот Вот это детское восторженное состояние от того, что тебе стало известно Наполняет такой радостью, восхищением, легкостью, благодушием И думаешь, вот, все прекрасно И стремишься рассказать другим Я лет 20 назад тоже стремилась всем сказать Ребята, я знаю как Они говорят, что ты какую-то ерунду тут Адвокат, что ты рассказываешь И я замолчала и начала путь к себе Я начала пробовать применять то, о чем я рассказываю, к себе Это оказалось не просто трудно, а архитрудно Но я в своей любви к внутреннему устройству слов Могу сказать, что трудно, это когда труд, запятая Но результат Потрясающе Правда? И вот, когда ты труд, когда учителя, мастера, лет 20 назад Наставники говорили, вот это упражнение надо сделать 108 раз Думаешь, ну, фу, билиберда какая Два, три опражнения, на полстраницы текст И тебе нужно это повторять и повторять Или три часа какую-то практику делать Ночью, когда сделаны все основные дела Решены вопросы И ты потом занимаешься собой, да? Духовным ростом Ты продираешься, ну, просто так вот По скале какой-то или из какой-то шахты Ты вылезаешь из старых программ Из старых привычек Из старых отношений Из старых ощущений Из старых приемов и способов И очень хочется крикнуть Мама, ради меня обратно Но бесполезно Хочется закрыть глаза, свалиться А иногда хочется просто исчезнуть Потому что по-прежнему ситуацию какую-то принять не можешь Она по-прежнему, когда проявляется Ну, просто нос хочется закрыть Она тебе не нравится категорически И все твои попытки что-то, как-то это сдвинуть Не дают результата И ты думаешь, неужели опять нужно менять отношения А учителя говорят устно и в книгах И учителя по всему миру говорят тебе Изменяй отношения, изменится ситуация А ты думаешь, ну, что они, ерунду какую-то Да вот я уже и так Это любые другие ситуации можно изменять Да, а вот это моя Я вот хочу, дайте мне вот это А учителя мудро и спокойно смотрят на тебя Как на ребенка И говорят, проживи это Проживи эту эмоцию И однажды, лет 15 назад У меня возник к одному мастеру вопрос Я сказала, а что, просветленные? Они же, наверное, просто сияющие И у них не бывает никаких переживаний Никаких волнений Они такие немножечко даже не по земле идут А чуть левитируют, да И манной небесной, праной питаются На что мастер мне ответил Нет, они такие же люди И у них возникают разные ситуации И свои уроки И очень глубокие Но в этих состояниях Они могут наблюдать за тем, что с ними происходит Глубоко, максимально прожить это чувство Насколько возможно до дна А когда ты его проживаешь, ты от него Ты его, во-первых, принимаешь Позволяешь себе его иметь И потом освобождаешься И когда ты освободился Душа успокаивается Дух крепнет И разум включается А он как включается? Почему это произошло? Какие правила ты нарушил? Да? Все по полочкам раскладывается Да, какие качества ты проявил И ситуация развилась вот так некомфортно А какие не проявил, чтобы она по-другому развилась А почему ты не проявил? Что тебе помешало? Где твой блок? Какие старые программы? И если это уже не первый раз Как народ говорит На грабли сто раз наступают Если это уже не первый раз То почему Ты не видишь, что это урок И не пробуешь это изменить И мне часто говорят Песня такая была У меня такой характер Ты со мною не шути У меня такой характер Или я такой человек Как будто человек Это вот из металла что-то И трудно нам расплавить Вот эту вот вещь Металлическую Такая заводская сборка Сборка, абсолютно верно Такой киборг Человек Это такой пластилин Такое меняющееся Сюда пришедшее на землю Чтобы меняться Трансформироваться Развиваться И в схожих обстоятельствах Действовать по-новому Как группа Любепила Мы будем жить теперь по-новому Не просто Что у нас будет вокруг 3000 сортов колбасы Мы теперь смотрим Диетическое простое мясо Мы как-то переходим Вообще на другие виды питания Так и в наших мыслях И в наших программах А как это по-другому? И тогда ты останавливаешься Бег ума останавливается Вот я в марте Повезу в Ниццу и Монако Первую выездную школу Позитивного мышления И программа называется Total Positive Что вы будете делать там? Мы будем делать там Вот какую вещь Мы там будем 6 дней погружаться 25 часов в сутки Но что главное Все научились думать И поддерживать И осуществлять гигиену Гардероба Жилища Тело Да? Приусадебного участка Дачи Но гигиену Ума Души И духа Когда начинаешь говорить О том, что это требует Такого же ухода Чистки Складывания на полочки Химчистки Ушивки Утруски Да? Трансформации А что-то требует Как правило Фэншуй Да? Разбери гардероб Какую-то кучку годки носил Значит это не работает Что-то переделай А вот это ты будешь носить Точно так же внутри нас Схемы Стереотипы действий И люди говорят Я такой человек И как будто он молоток И вот всю жизнь Он только гвозди вколачивает И вколачивает Остановись Да? Очень трудно по меня сказать Ты был молоток И вдруг ты стал цветочек Но не так Не сразу Пока еще мы так как Кот обычно умеем Это ежедневная работа Порой даже ежечасная И уж точно Которая может несколько лет продлиться И самое главное Вот что мы будем делать Мы будем пробовать Вместе повариться в этом супе В супе чего? Отношения Видение себя со стороны Взгляда Да? Как мы говорим Как мы формулируем Да? Как мы думаем Как мы говорим о том Что мы хотим Потому что если расшифровывать То мы вообще не о том говорим Да? Хотим одного Говорим по-другому Действуем по-третьему В четвертом чувство В пятом действии В шестом результат В седьмом Мы говорим Ну я так и знал Что все так будет Если ты знал Что будет некомфортно Плохо Почему ты не подумал О том Чтобы знать Как будет хорошо И не выстроил К этому схему Мы будем об этом Говорить О том Какие инструменты Есть внутри нас Поставим каждому Волшебный фильтр Нанофильтр Позитивный Для того Чтобы люди научились Быть Исповедуя Важные законы Вселенские Быть к себе Внимательными И понять Что их тонкие тела Их тонкие энергии Тоже требуют ухода Потому что Когда что-то заброшено Оно разрушается Заболачивается И метан выделяется Отравляет окружающую действительность Ух Ух Скажите пожалуйста Группы сформированы Или еще можно При желании Оказываться Да Еще можно На сайте На официальном Вся информация есть Завтра появится на сайте И сети класса И на всех моих источниках Будет информация Об этом Я думаю Что это будет весело В очень красивом месте Это будет еще и культурная программа А это место выбрано Случайно или нет? Нет Не случайно выбрано место Там живет одна из моих учениц И она организует Культурную часть программы И Это так красиво И я там была Впервые Побывала там много лет назад На школе Глубоко уважаемого Моего учителя Александра Васильева Историка моды Очень хочется поговорить С вами тоже об этом Да Но мы должны прерваться Совсем не на другое После чего вернемся В эфир Телерадиоканал Страна.ФМ Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ У нас сегодня в гостях Ольга Муравич Основатель и руководитель Онлайн школы Позитивного мышления Адвокат Психолог Психолог Писатель Мастер позитивного мышления Психологии взаимоотношений Автор и ведущая Огромного количества Мастер-классов Семинаров Не только в нашей стране Но и Наверное Во множестве Уголков земного шара Оль Я буду права Если так скажу Я хочу вас Спросить О вашей дружбе С историком моды Александр Васильевич Как это произошло Что у вас Связывает Потому что Насколько я знаю Есть даже Какие-то общие проекты Когда Ученик готов Приходит учитель Да Мы с вами Немножечко затронули Эту тему Да Мне всегда Было интересно И это направление Культура Музыка и театр С детства Тоже были в вашей жизни Родители Меня воспитывали В этом Мы очень скромно Жили Но появляющиеся Какие-то Небольшие Деньги Вкладывали родители В библиотеку В книги В поездки Как говорили На запад Они возили Меня с собой В Москву В Ленинград В Сочи Одессу И я видела Прекрасные музеи Дворцы Театры Это очень развивало Дома было Много альбомов Живописных И это было Моим Таким Постоянным Увлечением Времяпрепровождением И когда Только появились Первые фильмы На телеканалах Александра Александровича То Все Кто хоть немного Этим интересовался Прильнули к экранам Это было новое слово Это было удивительно Яркая персона Это была новая речь Это были новые знания Новые возможности И для меня По силе Культурного воздействия Этот человек Второй По значимости После моего отца Который Очень многому Не дал для моего развития Был энциклопедически Образованным человеком И я сначала Восхищалась Как миллионы Телезрителей Радиослушателей Потом Как миллионы Читателей А потом По счастью 12 лет назад Александр Приехал во Владивосток И стал проводить Первые публичные лекции Два раза в год В течение недели И это было потрясающе И он все рассказывал Что вот у меня есть школа На которой приезжают Русские миллионерши Я думаю Ну это какие-то такие Вот это счастье Вот это Где-то с ним В одной стране В другой Ну это нужно Какие-то Сексиллионы Миллиардов Наверное И в течение двух лет Я слушала Бывала на его Мастер-классах Для Светского круга Дам И однажды Александр сказал Ну я могу дать телефон Завуча моей школы И вы созвонитесь И узнаете расписание Дочь быстренько Вошла в интернет Выяснила все И сказала Мама Это не сексиллионы Миллиардов Мама Это все вообще Вполне себе И я купила Новую квартиру Родилась внучка Написала сценарий Для юбилейного спектакля Приморского Академического Драматического театра Вот как И отправилась На свою первую школу К Александру В Вильнюс Это было Ровно 10 лет назад И я была ошеломлена И потрясена И объемом информации И его Ну блистательной речью Феноменальными познаниями Невероятным артистизмом И оказалось Что у нас есть Какие-то точки Соприкосновения Какое-то Но по каким-то вопросам Ему было интересно И мое мнение Потом оказалось Что у нас Общие любимые Авторы есть Потом оказалось Что я что-то знаю О том Что он рассказывает И это неожиданно И я вернулась Из этой поездки Есть ОЗ И книга была продана На благотворительном Аукционе За 50 тысяч рублей Деньги собирали Для гематологического Отделения детской больницы Мне было очень приятно Что я подумала Даже если вот Ради этого одного экземпляра Она была написана 300 страниц Уже не зря Потом через год Вышла вторая книга Ее Маленькая Книга стихов Но ее за 60 тысяч Продали И опять что-то купили Для какой-то Сельской больницы И мне было Это очень приятно Ну И пока я занималась Обустройством дома И подготовкой Новой книги Я обнаружила Что так Я сейчас свободна В общем я это все Сделала важное Уже немножко подросла Внучка Дети мне сказали Занимайся собой И я поинтересовалась У Александра На какую школу Мне поехать На следующую И он на выбор Предложил Ну вот я рекомендую Рождественский Или новогодний Париж И все сложилось Я к тому времени Не была в Париже Это была сказка Все сложилось волшебно И И понеслось И я стала летать Из Владивостока Каждые два месяца На школу И обнаруживала Что такое количество Единомышленников И что это не просто Ты ходишь И гуляешь с гидом Александр открывал Ну знаете Волшебные дверцы Каждый раз по-новому И казалось Неохватный Объем знаний Который как будто Вот из космоса Человек берет И его удивительная Манера общения Позитивного Отношения к людям Умение Разрулить любую ситуацию Были столь близки Моему сердцу Так приятной моей душе Делали меня Наполненной Радостной И счастливой И я общаясь С людьми Тоже говорила О позитивном В какой-то очереди В музее Мы пробовали Там как-то греться Способами Тибетских монахов Что-то рассказывала И на одной из школ Александр сказал Ну давай Вот есть вечер И ты можешь провести Такой факультатив Что надо делать Чтобы исполнялись Ваши желания И собрались люди Это было На следующей школе Он предложил мне Организовать поэтический вечер Я читала стихи Кто-то плакал Кто-то смеялся В общем Это было такое А потом Александр сказал Если бы Ты жила в Москве То я приглашал бы тебя На каждую школу И чтобы ты такие Проводила мероприятия Я бы думаю Я в Москве Как? Боже Нет Возможно ли это? А потом оказалось Что это возможно И что я нужна в Москве И потом меня не стали отпускать После поездок На выездные школы Александра Потому что Говорили А вот моему мужу Еще нужна консультация А вот мои Я много индивидуально консультирую Эффективно Правда скажу Жизнь меняется у людей Ну у тех кто хочет Ну кто не хочет Не приходит И я оставалась после школы На неделю Две Месяц Полтора А потом Потом еще одно Интересное очень предложение поступило Еще одно очень интересное И все это вместе Все этих три предложения Соединившись Дали мне знать Что я нужна здесь И что я могу Спокойно Легонечко оттолкнувшись От той прекрасной базы От той родной земли Которая меня вскормила Воспитала Воспитала Научила И напитала Действительно И полететь дальше И Значит новый этап В своей жизни Новый этап В своей жизни Когда мне говорят Нет как Ну как это можно И я вот Таких в чистом виде В марте будет Шесть лет Как я в Москве И я себя чувствую Своей И я счастлива Что я полезна здесь И что я полезна На эфирах И людям Я полезна На каких-то мероприятиях И что Какие-то совместные проекты У нас с Александром Возникают И я с удовольствием Езжу на открытие его выставок В разные города и страны Просто как гости Просто поддержать Просто порадоваться Просто восхититься Просто потом рассказать И другим О том что это возможно И говорят Как ты вот А как ты это так делаешь Говорю ну потому что Это глубокое уважение Наверное Уместно такое слово Преданность Благодарность Благодарность искренняя За те знания Которые я беру Постоянно Знаете Я на некоторые лекции Прихожу по 18 раз Ну там Ну не по 18 Но что-то Я о Шанель слушала Наверное 20 раз уже Я каждый раз прихожу И вновь слушаю Потому что Какая-то новая информация Новый материал Новые фотографии Александр не становится на месте И даже его манера подачи Рассказ Это Это такой неиссякаемый источник Для обучения Воспитания Формирования А вот как он это сделал Как он это И я слушаю и слушаю Потому что Что угодно он будет рассказывать И мне будет интересно Знаете Однажды я вела Во Владивостоке В театре Один большой адвокатский капустник Посвященный 90-летнему юбилею Председателя коллегии адвокатов Фронтовика Полковника Чудесно все приготовили И по окончании Этого мероприятия Очень красиво все было Вынос Андреевского стяга И руководство города Края Вообще Программа Концертная Адвокаты Талантливый народ И мне потом сказали Знаешь Здорово все было Классно Ты так Говорила хорошо Но собственно Не важно даже О чем ты говорила Просто Мы слушали Твой голос И я поняла Что голос Да Это горловая чакра Над раскрытием Которое нужно работать Да Над позволением Выражать Свои пожелания Пространства Нужно трудиться И когда ты это делаешь И трудишься Изо дня в день То людям Просто что-то такое Она щебечет Как дельфинчик Буль-буль-буль-буль-буль Какой-то И это хорошо Это создает Приятные вибрации Друзья Мы обязательно Создадим вам еще Приятные вибрации Буквально через небольшой Короткий пережив Оставайтесь с нами Ольга Муравич Сегодня у нас в гостях Друзья Основатель Руководитель онлайн Школы позитивного мышления Адвокат Психолог Писатель Поэтесса Ольга Вот принесла нам Сегодня книжку Новые стихи Это далеко не первое Уже издание Да Стихов Оль Любовь к поэзии Самое главное Написание Самое личное Когда к вам пришло? Всю жизнь Всю жизнь Это тоже здесь Где-то со школьной поры Ну со школьной поры Я увлекалась поэзией В школе у нас был Поэтический клуб И я в нем участвовала И Надо много читать Когда ты много читаешь Хорошей литературы С детства Слова складываются Потом сами То, на меня Да, твой багаж Формируется Из правильно прочитанных книг Как происходит Вот написание само Оно как-то Посещает вас муза Что-то есть Необходимость Внутренняя чувствуется Это работа Да Вот возникает Какое-то ощущение Что ты можешь Своё состояние Выразить Выразить Через рифмованную строку Не только прозаическую Какая-то ситуация Какое-то переживание Появляется образ Образ Одна строка А потом Начинается работа Чтобы это состояние Изложить Так Так Чтобы было Интересно Чтобы соответствовало Чтобы это было Качественно Чтобы это было гармонично Чтобы это был Хороший размер Хорошая форма Это проза Книжка называется С земли Нельзя спрыгнуть Где можно её Раздобыть И Это притча же Правильное Понимание Это притчи Притчи родились Из консультаций Из моей привычки Образно Ассоциативно Рассказывать Что-то Человеку Какие-то Из привычных Известных Историй Я Тремилась Развить Эту историю Довести её Иногда До абсурда Иногда Помочь человеку Увидеть Соотношение Со своей ситуацией Улыбнуться Главное Улыбнуться Когда люди Очень серьёзно И пафосно Относятся К происходящему Очень Гневаются Или Очень Высокомерно Тщеславно Знаете Смотрят на что-то Хочется Немножко Так шарик Проткнуть Чуть-чуть Чтобы Пафос Сдуть И посмотреть Ну вообще Жизнь Игра На самом деле И много лет Говорили Слушай Запиши это Запиши Записывай Мы хотим читать И мне некогда Было Ни стихи Оформлять В книге Ни притчи А потом Так случилось Что Однажды Я поняла Что это надо Сделать И Просто сказали Издатели Давай-ка Всё собери Что есть И прозу И Поэзию И Издадим Одной книгой Ну как По требованиям Трудящихся А потом Ещё 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 И в этой Книге Есть заповеди Основные Которые помогают Знаете Как леер Как указатель Ну как Как помощь Те же самые Житейские Мудрости Житейские Мудрости Да Простые Житейские Мудрости Эти мудрости Житейские Есть и на сайте Называются 12 заповедей Ольги Муравич Но основное Это что Будь благодарен За всё Что у тебя было За всё Что есть И за всё Что будет Принимай То что есть Цени То что есть Бери на себя Ответственность За свои действия Закон свободной воли На земле Да Мы можем выбирать Всё что хотим И делать можем Всё что хотим Но очень важно Взять на себя Ответственность За все Возможные Последствия Своего выбора Не кто-то виноват Ты это выбрал Рассчитал Или не рассчитал Свой путь Свои нагрузки Свои возможности Свои силы И когда мне говорят Это несправедливо Или справедливо То я отвечаю Следующим образом Есть только один Закон справедливости Это закон Причины и следствия Ольга Я вас благодарю Спасибо вам большое Всех хочу направить На официальный сайт Ольги В соцсайте И конечно В образовательный центр Сити-класс Приходите пожалуйста 15 февраля Ольга Мураевич Будем рады вас видеть Еще у нас Взаимно Благодарю вас Всем всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok